Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня у меня будет продолжение к симулятору спасательной капсулы Тинкен, где мы посмотрим все причины, приводящие к смерти. Ну что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем наше невыживание. Итак, можно начать с самого простого, сделать атмосферу непригодной для дыхания. Для этого достаточно просто отключить систему жизнеобеспечения, чтобы прекратилось поглощение углекислого газа и выработка кислорода. Вот так выключаем все полностью и ждем пока атмосфера для дыхания не испортится. И нам будет просто нечем дышать. Так, у нас здесь сигнализирует реактор, что у него проблемы, но так как мы здесь не нацелены на выживание, на это внимание обращать не будем. Чтобы звук сирены не мешал, всегда можно ее отключить. А чтобы сделать атмосферу непригодной быстрее, можно открыть люк. Это ускорит процесс. Итак, атмосфера перешла в красную зону. Можно слышать по дыханию, оно стало тяжелее. У нас полное отсутствие кислорода. И в результате этого у нас возникла гипоксия. При игре в рейтинг или испытание это самая распространенная смерть. А теперь посмотрим способ, который тоже распространенный и возникает из-за невнимательности. Это когда вынимаем какую-нибудь деталь под напряжение. Конечно, у вас есть несколько секунд, чтобы избежать смерти, но обычно вы не успеваете. В реальности тоже не следует сувать свои руки, куда не следует. Вот, причина смерти – поражение электрическим током. Следующий вариант – это умереть от перегрева. Достаточно вынуть баллон жидкого азота, и температура поползет вверх. И потихоньку она будет подниматься, пока не достигнет выше 60 градусов, что уже приведет к гипотермии. Вот, 65 градусов – это уже предел. Также есть и обратный способ умереть от температуры – от переохлаждения. Достаточно просто выключить систему контроля температуры. И постукивая зубами, достаточно подождать менее 5 минут. Следующий вариант – это смерть от лучевой болезни. Достаточно просто выключить реактор и вытащить из него процессор, который контролирует его предел мощности. И теперь остается подождать, пока уровень радиации не достигнет смертельного. Итак, вот уже все признаки наступили, у меня тошнота началась, звездочки в глазах, так что осталось совсем недолго. Не больше 6 минут, и вы умрете. Следующий вариант – это взрыв капсулы от избытка давления. Его можно добиться очень просто – это взять и выпустить газ из баллона. Давление вот у нас уже почти 2 атмосферы. Слышен треск капсулы. Еще несколько секунд, и мы лопнем, как мыльный пузырь. А чтобы ускорить процесс еще быстрее, можно запустить и второй баллон. Ну вот, наша капсула лопнула. Следующая смерть может возникнуть от переизбытка кислорода в атмосфере. Чтобы этого добиться, я выпущу весь кислород из баллона. Это увеличит его многократно. Как можно увидеть по индикатору, уровень кислорода нарастает и будет так расти и расти, пока не достигнет предельного уровня. И всего через пару минут участится сердцебиение, в глазах помутнеет и настанет конец. Такой вариант во время рейтинга или испытаниях очень маловероятен, потому что кислорода всегда наоборот не хватает. Итак, это была последняя причина смерти в данной игре, за что я и получил достижение. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.